закончился меньше не стало все же посмотрю господи Александр Алексеевич мой самый старый верный надежный друг начиная с московского семинара когда я вижу вашу фамилию меня сразу на души теплее становится если реплику это надо главному редактору журнала значит мы еще повоюем есть новые имена это хорошо так виноградов в дрове так в дрове так Татьяна Барнаул добрый день Костроман брат Железа здравствуйте и вы здравствуйте Сергей Кузнецов Казачинская приветствует Татьяна Барнаул что сделали чтобы звук появился напишите я с телефона может вам помогли я очень переживать буду теперь так ну-ка тут писем много нормально обычно все вот Леонид Бухтияру привет из Казахстана ну вот всегда на месте тоже наверное из этих самых самых надежных старых гвардей Таисия на волочи так что-то пыталась написать Таисия Марина добрый вечер снова а на волочной вишне плюс крупные листья кто-то знает ой да ну хорошо что вы такая любознательная мне тоже интересно что это значит я привык что это волочная вишня как вишня что там и вдруг такие эти круглые листы пишите фотографии будем разбираться это как раз мой хлеб Речихина добрый вечер Выборг Александр итак Алексей Алексей огромное спасибо за шелковицу ВК и Бродского а вот это наверное это наверное ссылка или Алексей или самого Александра ну-ка давайте заглянем о я так я надеюсь она копируется я включаю копируется я включу себе в собственный этот знаете как я это делаю это копировать изображение документы вот сейчас вот здесь вот есть у меня называется чужие это значит по слову некрасиво фото плодов в чужих садах каких чужих вот в наших садах вот я конечно вот она смотрите вот вот это вот и здесь огромный уже то чего это это вся Россия вот она вот она вот она вся Россия вот она вот она вот она и в этом году будет должно быть здесь больше чем было до того вот видите помните я вам сегодня показывал вот эту фотографию вот вот эти вот сеянцы помните вот они уже у меня тут далее что будет а далее теперь вот эта шелковица вот она ура так а почему ее тут нет ну-ка еще раз ага вот сюда нажмем ждем теперь приводим ее к нормальному размеру ну че я скажу и это наша команда в начале Железов Алексейка и прошло 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 вот так они туда попал извините это значит выходим из АВО итак Александр Выборг вот она наша команда че они на нас так взъелись а я должна уважать вашу команду конечно должны ведь представляете это же чудо какое-то еще раз я волнуюсь нет не сюда уже шелковица многое по России многое инсуза занимается этим а не добивайся высаду своей собственной рукой все пошли дальше Александр вот как бы ни как бы ни вот такие фотографии чтобы я сейчас сделал Иврева Зоя добрый вечер в прошлом году получил от Сергея два саженца груш так сейчас кажется погибли ну-ка память якорьев яблоню 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 пепеншопрон все отлично ох ты еблоню извини я уже жду что в мертвое в этом году груша летняя белья цвела завязала два плода не завязались остальные в одно прекрасное утро я видела что листы стали черными я все собрал и сожгла это конец все вашеведские яблоны привиты на сибирках в этом году прекрасно себя чувствует в Воронеж так значит листья черные у груш это чуть ли не чаще бывает чем зеленые вот чаще всего это выпривание корневой шейки или основание штамма ну давайте так зая с десятых фотографий со всех сторон я должен найти причину самого низа раскопайте немножко может быть все таки корневая заглублена хорошо так теперь договорились да потому что обидно с одной стороны у вас это груши плавалось а с другой стороны здрасте людневая пропадает так Александр Выбор давайте еще посмотрим временная грядка с последующей пересадкой ну-ка посмотрим чем поделится волшебник так Александр я только сейчас восхвалил только сейчас я восхвалил я противник временных грядок это бывает у меня был случай когда там в Прибалтике уже забыл какая страна Эстония или Латвия там да у человека не было своей земли выросило в бедрах и бедрах таскала с места на место потому что не в своей зиме не было это я понимаю это жизнь заставила это очень плохо в бедрах перетаскивать с участком в участке можно было сделать так чтобы это была как сказать-то не не с другой стороны вы молодец схожесть хорошая просто волшебная но все-таки из них две-три уже бы хорошо на своем месте борщи на постоянном а тут а тут это видите все временное все пересаживают у меня есть фотографии я сейчас ее покажу знаете почему я до нее немножко не дошел но так же она бывает люблю поговорить вот и договорился вот сейчас у меня сейчас у меня я вернусь опять там где проводил вебинар вот он 193 вот сейчас я попробую ох не сюда попал сейчас я попробую найти эту фотографию вот каждая пересадка тут господи сколько я еще ругать буду а вот она значит вот это вот забор так слева шести с половиной летние вот такие же абрикосы я их назвал севитолийские больше ничего про них не знаю из косточек я пять штук пересадил вот один из них пересадил отдал соседу при пересадке я обрезал полкроводы я даже не помню обрезал или нет просто я не мог не обрезать если взять тысячу значит все тысячи обрезаны и он их посадил так и они по кроне уступили моим по кроне ну допустим по площади листьев там по высоте там по широте ну где-то по объему кроны где-то в четыре раза пересадил удачно посмотрите какая прелесть и все-таки в четыре раза а мои не пересаженные второй год плодоносят девять из десяти а десятый третий год поняли на что намекают вот возвращаемся обратно вот видите вот надо стараться садить не в горшках и не вот таких вот специальных этих вроде бы я вас и благодарю за то что вы показали что да мои мансурцы это чудо это сказка это схожесть необыкновений шая и в то же время на постоянное место чтобы он не было вот такого чтобы вот четыре раза не уступали если вы видите здесь столько абриконов знаете сколько тут слева их ну и я уже так еще этот самый значит видите рядом мертвой а почему я вот так вот и садится непрежно вот он не стал меня слушать вот здесь прекрасно получился а этот мертвый ну это еще не все вот здесь вот плохо видно а я потом специально покажу растут магазины ну вот все что вы видите вот это вот пятнышко это и будет магазины посажены были одновременно эти мои и магазины чувствуете разницу это при том что слева еще в 4-5 раз крупнее вот этих вот это я хотел сказать поэтому еще раз я вас прошу вот так вот не вас хотя бы волшебник мне все равно глаз радуется схожесть претензий ко мне не будет все идем дальше вылезли отсюда так теперь Ирина Хабаровск добрый вечер этой осенью привела грушу на грушу уссурийскую так грушу Люднева на грушу уссурийскую посеяна в 2021 году но это даже моя хотя Хабаровск может вы на месте достали уссурийскую а вот они тут хотите с кем-то разговаривать с вас память избирательная вот кто из вас сказал поздавайтесь что уссурийский не знает что такое грушу а я еще привел пример я бы тоже может быть это ну как получилось я запомнил я мало читал этого а вот это запомнил когда к его юбилею или к смерти его печатали многотопник туда для количества включили все и вот одна была просто телеграмма отправленная кальция Биробиджан точно не вспомню может быть Благовещенск не помню и там было написано следующее значит соберите подписан Мичурин а Мичурин же не имел власти такой а зато имел авторитет это был написан рекомендуется собрать 20 гектаров реликтового не сада нет реликтов и тайги все уссурийские груши плоды изъять семечки и выслать к нему туда Мичуринск вот и вот сих пор это а где тут реликтовый сад его могли сжечь могли а как получилось что вот сейчас ну вероятность может быть в самом деле там нашли уссурийскую грушу а может она моя вот семечки посеяны весной ну вы поняли что такое уссурийские и нет уссурийских груш значит надо теперь возвращать их туда правильно растет хорошо но неделю до верхней листью стали бордового цвета а нижний зеленого цвета и два листочка потеряю вот видите опять получается и вас тоже почернели по краю значит формально не хватает то ли железа то ли меди вот тут же авторитеты бы сказали быстренько в магазин значит или филат железа или сульфат меди что-то одно из двух и то и то растворимое можно опрыскивать прямо по листьям а можно опрыскивать эту почву по дереву чтобы немножко добавить туда микроэлементов это стандартный формальный ответ не мой вы можете прочесть в учебнике вот а я вам скажу опять ищите ищите она настолько боится заглубления даже на сантиметр очень сильно боится а вдруг заглубили вот пока ну а дальше что я же не этот самый не могу сказать точно я предполагаю самое главное что как сказать вот например показывает а я не дошел до этого на следующем временаре можно дойду опять черешня гниет то есть листья портятся и опять пошло про эти самые ну опять ну из любого дерева как у человека есть история жизни история болезни причем история жизни болезни учитывая что все деревья в нашей стране иммигранты что всем им тут тяжело помните я рассказывал про север про сенгу рыбы море мясо море оленина есть это самое самое вкусное в мире рыба есть зубы выпадают всех умирать так и тут тоже перетащить дерево за тысячи километров и не зная что ему надо и опрыскивать те сомолицы которые сгнили и гниют потому что дерево больно дерево и начинаем снизу становимся на колени лесен раскапывать 90 процентов у грушевоприкосов нет корешек вот мой ответ вам вот а все остальное а вы попробуйте вот это напишите этот же вопрос еще и фотографию вот все фунгициды а и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok